Что полезнее есть? Вершки или корешки? Корнеплоды или ботва? Почему обязательно надо есть зелень, если вы хотите быть здоровыми людьми, тем более в наши дни? А вот два вопроса, которые я ставлю. Почему медики и диетологи не выделяют зелень в отдельную группу продуктов? И почему ничего не говорят о пользе и необходимости потребления в пищу дикоросов? А потому люди и не воспринимают эти продукты как пищу, как полноценную еду, а рассматривают ее только как украшение другой еды. Или в лучшем случае понимают только салаты так называемым основным блюдом, то есть признают зелень в качестве неких гарниров. Многие люди считают эту еду пищей для домашнего скота и других животных, но не для человека. А это как минимум ошибка, а как максимум глупость и диверсия. Скоро вы поймете, как же вы ошибались и какую возможность упускали раньше. Да, корнеплоды нам привычнее и, конечно, вкуснее. А ботву мы не воспринимаем как еду. Мы ее выбрасываем на компост или на помойку, или отдаем на корм животным. А выбрасываем-то мы самую питательную, самую ценную часть продукта. Вы знали об этом? Знали о том, в чем эта питательная ценность? Например, вершки моркови, свеклы. Да, горечь вершков и сладость корешков корнеплодов сбивают привыкшего к сладостям человека. А самые полезные для печени, фильтра нашего организма и главной биохимической лаборатории, и всего организма в целом продукты не сладкие, а именно горькие. Например, листья дуванчик. Вы, наверное, слышали, горечи лечат. Полагаю, что вы также уже забыли русские народные песни, хотя бы в исполнении той же Руслановой, к примеру, где были такие странные в наши дни слова. «Посею лебеду на берегу, мою крупную рассадушку, мою крупную зеленую». И таких песен было очень много. И про лопухи, и про другие дикоросы, которые теперь за еду и за лекарства люди не считают. Поскольку мышление у большинства отформатированное, я его, пожалуй, назову послушное аптечно-супермаркетное мышление. А ведь если посмотреть таблички пищевой ценности корней и зелени, корнеплодов и зелени, ботвы, одного и того же растения, то мы увидим, что хоть все овощи-корнеплоды и богаче своих вершков по углеводам в общем и по сахарам в частности, а также, конечно же, по калориям, что не есть хорошо, но беднее по белкам, минералам и витаминам. Например, витамина А в листьях свеклы 180-200 раз больше, чем в ее корнеплодах. Как вам такая арифметика? Да, кто-то из вас скажет, что есть листовая свекла, мангольд называется. И это хорошо, что вы это знаете, но многие ли это едят сейчас? Пожалуй, разве что продвинутые огородники-зожники. А знали ли вы, что в листьях репы витамины К1, так необходимого для кровеносных сосудов, в 2500 раз больше, чем в плодах той же репы? Дорогие товарищи, в листьях всех овощных культур в разы больше калия, кальция, натрия и других важных минералов. И вся эта листва съедобна. Посмотрите непременно мое видео про витамин К1 и К2. Посмотрите мое видео про хлорофилы брокколи, ссылки будут в описании под этим видео. Итак, зелень – это отдельная по факту группа продуктов. И к овощам непосредственно не имеет она отношения. В зелени несоизмеримо больше ценного белка, причем в форме полипептидных простых цепочек для усвоения, в виде аминокислот. А в овощах-корнеплодах мало белка. В зелени мало вредных сахаров. Зелень помогает переваривать любые другие продукты. Она сочетаема со всеми продуктами. Кстати, именно то, что зелень причисляют в классификации продуктов к овощам, дает неграмотным диетологам и нутрициологам полагать, а вернее верить, что в зелени мало белка, потому что белка мало в овощах. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Кстати, у меня есть плейлист на моем YouTube-канале о лечебных свойствах тех или иных видов трав. Ссылку на этот плейлист, где все эти видео находятся, я тоже вам оставлю под этим видео. Итак, чтобы получить многие так важные вещества из ботвы и другой зелени, ее не надо есть много, потому что в ней огромная концентрация полезных веществ. И можно ее есть в салатах, так же, как мы крошим в салаты привычную нам зелень, укроп, петрушку, кинзу, любесток и так далее. Но, внимание, еще раз говорю, в который раз, содержание важных минералов в вершках и корешках зелени в ботве напрямую зависят от почвы, на которой они выращены или произрастают в диком виде. Непременно смотрите вот это мое ценнейшее видео «Лес и почва». Там я подробно все это поясняю все причинно-следственные связи. А также, почему в наши дни в почве и, соответственно, в продуктах питания, выращенных на ней, меньше минералов, чем это было еще 57 лет. 70 и более лет назад. А дикоросы, дорогие друзья, очень важны, но собирать их надо только в экологически чистых местах. А вот мои советы по данной теме. Первое. Ешьте только экологически чистую пищу. Вы спросите, где же ее взять в наши дни? А я отвечу. Или выращивать самим жизнь и здоровье, поверьте, дороже предрассудков и городских привычек, городской жизни. Переезжайте жить на землю, как это делают другие люди почему-то, а вы не можете, не хотите, оправдываете себя. Ну или тогда оставайтесь в городах и покупайте экологически чистую пищу в разы дороже той химии, что называется, ну, по названию укроп, петрушка и так далее. Также и продается в супермаркетах. Так вот, покупайте экологически чистую. У тех, кто выращивает ее, производит эту продукцию. Не знаете, у кого купить? Не можете найти сами? Ну, можете покупать у нас тогда, почему бы и нет, на нашем сайте nadgard.ru. Второе. Если вы сами будете выращивать, то, советую, без навоза занесете яйца паразитов различных и получите потом их с пищей непременно. Смотрите мои две вот эти лекции о паразитах хотя бы. Полную. И последнюю мою лекцию на эту тему о человеческой наимности. Вот эту. Третье. Дикоросы. Непременно их потребляйте. Это сныть, в первую очередь. Крапива, лопух, лебеда, дуванчики, подорожники. Кстати, у нас есть в продаже на нашем сайте nadgard.ru порошки из дикоросов в вакуумной сушки, заготовленные в правильный сезон, естественно, в экологически чистых местах. Так вот, они идут с сохранением всех питательных веществ именно благодаря особой технологии производства. Ссылочки будут в описании под этим видео. И, конечно, они будут важны для тех, кто не может или не хочет собирать, заготавливать сам. Четвертое. Я очень рекомендую проростки некоторых культур, например, амаранты или микрозелень, брокколи. Вершки можно потреблять любых культур, любых семян и злаков, потому что в вершках, в отличие от корешков и самих зерен, нет лектинов. Этих белков, которые вызывают воспалительные процессы. Поэтому микрозелень, вершки очень полезны. Пятое. Зеленые коктейли. Зелень я рекомендую взбивать в блендерах. Ведь мелкие частички, менее 1 мм, позволяют лучше, легче перевариваться в желудке и 12-перстной кишке. А тогда лучше и высвобождаются питательные вещества, содержащиеся в этой пище. И также лучше они усваиваются. Таким образом, вы постепенно устраните дефициты важных питательных веществ. Особенно это актуально будет для тех, у кого испорчены зубы и уже трудно жевать. А у кого зубы здоровые, всю пищу жуйте до жидкого состояния непременно и только тогда проглатывайте. Кстати, у меня есть два важных видео про здоровье зубов. Пейте овощные соки, как рекомендовал это в свое время Норма Нокер, но без фруктов. Или с мизерным количеством фруктов. Смотрите мои лекции, почему именно так. Не перебарщивайте с сахарами простыми. Не более 20-30 грамм чистых сахаров из всей съеденной пищи в день в идеале потреблять человеку в сутки не более 20-30 грамм. Вот эти мои лекции, которые откроют вам полную картину. Инсулинорезистентность. Интервальное голодание. Раздельное питание. Вот почему вам хочется сладкое. Почему нельзя есть после 16.00. Почему не стоит жарить и варить пищу. Закисление и защелачивание организма. И какая связь сахара и рака. Хотя бы посмотрите это и вы не пожалеете, поверьте. Шестое. До еды потребляйте обязательно яблочный уксус для правильного пищеварения и хорошей обработки дезинфекции пищи, которая попадает к вам в желудок. Потому что яблочный уксус заставляет вырабатывать желудком соляную кислоту в должном нужном количестве. А она и является дезинфектором. С 30-40 лет сейчас у многих соляная кислота вырабатывается плохо. Поэтому яблочный уксус натуральный, природный, хороший вариант по стимуляции желудком выработки нужного количества соляной кислоты. Ну и конечно же я хочу сказать в завершение, что я сделаю набор биодобавок, которые имеют концентрированную пищевую ценность. Это натуральное природное растительное сырье в концентрированном виде. Под видео данным будет ссылочка и на этот набор. Ну а теперь уважаемые зрители досмотрите еще 2 минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgar.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте. Мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено. Обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите. Ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.